Добрый день! Меня зовут Сергей Чироков. Я в этом видео хочу вам показать обновленный вариант вывода денег с E-Wallet в компании Access Marketing, в которой я уже четвертый год. Вот два дня назад я получил извещение, письмо от Access Global Wallet о получении денег. Сейчас я зайду и отправлю деньги на вывод. Нажимаю здесь, открывается окно приглашения, здесь ввожу свой ID, ввожу свой пароль. Вошел в кабинет, кликаем тут на русский язык, все на русском языке, но также есть другие языки. Дальше я сейчас буду выводить, вот у меня сумма 405 долларов 75 центов собралась и отправлю на вывод. Для вывода денег, вот тут есть перевод денежных средств. Можно перевести на банковский счет, можно денежный перевод, можно перевести на другой кошелек E-Wallet, можно на предоплаченную платежную карточку. То есть это карточка, которую мы получаем от компании. Там два варианта карточки. Пионер и другая FSP. Можно на Kiwi вывести и можно запросить чек. Чек для, этот будет актуален для стран, ну для штатов. У нас неудобно чеком обналичивать. И также можно вывести на кредитную карточку. Дальше. Здесь предоплаченная платежная карточка. Есть функция заказать карточку. Добавить существующую карточку, например, Пионер, если у вас уже она есть. И функции карточки. Здесь моя учетная запись. Написано, профиль кошелька, банковские счета ваши, профиль денежных переводов, кредитные карточки, предоплаченные протяжные карточки. Загрузить документ, то есть если вы хотите верификацию сделать, чтобы увеличить лимит по выводу денег. Подписка, лимит транзакции, вторичные счета и так далее. Значит, сейчас я буду делать вывод денег. То есть навожу сюда и буду выводить на свою карту. Не на карту Пионер, а на свою. Это самый выгодный способ, я считаю. Потому что я плачу всего 4,5 доллара, а со своей картой снимаю без процентов. С карты же Пионер вам придется за каждое снятие денег платить 3,5 доллара. Дальше. Для того, чтобы отправить деньги на свою карточку, вот у меня несколько карточек есть. Буду отправлять на карточку Приватбанка. Выбираю эту карточку. Да, еще вернусь на предыдущий шаг. Если у вас нет карточки, когда первый раз делаете вывод, вот здесь нажимаете добавить новую кредитную карточку. Пишите свой адрес, зарегистрированный на этой карточке, имя, фамилию и номер карточки. Пишите дату на карточке. И нажимаете продолжить. И там далее, далее. Все на русском языке, разберетесь. Ничего сложного. Еще раз. Значит, я отправляю деньги на свою карточку. Нажимаю кредитная карточка. Перевести деньги на кредитную карточку. Дальше. Здесь надо выбрать нужную вам кредитную карточку, которую вы уже привязывали. Я буду сейчас выводить на Приватбанк России. Нажимаю выбрать. Здесь надо ввести сумму. С правой стороны указаны пределы, в которых вы можете выводить. Беру максимум. Ставлю сюда. USD. Значит, сумма за перевод стоит всего 4,5 доллара. Ставите галочку здесь и здесь. И вводите здесь пин-код. Ввожу пин-код. Если забыли пин-код, нажимаете здесь. И выполняете инструкции, какие там написаны. И нажимаете Продолжить. Дальше. Здесь сказано, что надо подтвердить эту карточку. И нажимаем. Проверяете, тот ли у вас банк, тот же кошелек, сумма необходимая и так далее. Нажимаете кнопочку Перечислить сейчас. Все. Удачное завершение. И, пожалуйста, имейте в виду, что обработка этой транзакции займет 4-12 рабочих дней. Я получил как раз СМС-ку о получении денег. Все. Вот пришло извещение, кстати, о том, что... Так, так. Нужно перевести. Уважаемый Сергей Чураков, так, кошелек операции с аккаунта такого. На номер карточки такой-то была отправлена сумма такая-то. Если вы не разрешали эту сделку, пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки и, в общем, напишите туда. Так. И нажимаю все. Вернуться к обзору. В общем, деньги отправил. И осталось только получить. С вами был Сергей Чураков. Подписывайтесь на канал под этим видео. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»